Локтар, друзья. В этом видео будет небольшой гайд за орду для новичков. Но прежде чем мы начнем, подпишись и поставь лайк, для тебя это нетрудно, для меня это мотивация делать подобные видео. И мы начинаем. Орки. Отличная раса для начинающих, потому что много хитпоинтовые юниты помогут вам на ранней стадии игрового пути. Тактика постройки сооружений довольно проста, поскольку практически всегда является неизменной. И если вы выбрали орка в качестве первой расы, поздравляю. С другой стороны, за орду очень сложно играть на высоком уровне. На мой взгляд, это раса, в которой наиболее важна сочетание микро, макро и тайминга. Остальные расы, вроде эльфов или андейдов, больше зависят от таймингов и контроля героев. Конечно, им тоже необходимо микро, но они не зависят от каждого спасенного юнита. Давайте рассмотрим наиболее очевидные плюсы и минусы при игре за орду. К плюсам мы отнесем, уже на начальном этапе игры можно добиться определенных успехов. Юниты орков обладают значительным запасом здоровья. На ранней стадии орки обладают мощными юнитами ближнего боя, которые хороши против стрелков на открытой местности. Раненых рабочих можно спасать от смерти путем направления их в землянку. А теперь минусы. Чем сильнее вы будете прогрессировать, тем сложнее будет играть именно за орков. Юниты орков медленны и сложны для контроля. База орков слаба против юнитов дальнего боя. Расы, использующие стрелков, имеют преимущество в узких проходах. Рассмотрим основную тактику при игре за орков. Только после хорошего ее освоения, стоит начинать менять стратегию игры и адаптироваться к происходящему в матче. Посылаем 5 работяг на золото. И как только один принесет свои ресурсы, используем его для постройки алтаря бурь. Заказываем еще трех рабочих по мере их готовности в главном здании. Первому построенному работяге приказываем строить землянку. Следующий рабочий строит казармы. Не забывайте подстраивать еще рабочих. Следующий готовый рабочий отправляется в шахту и в итоге у нас 5 работяг добывают золото. Закажите героя и пошлите всех следующих рабочих на добычу леса, пока не достигнете лимита 16-20. Постройте логово, когда наберется 40 леса. Как только будет готов барак, закажите в нем рубаку. Рабочим, окончившим постройку казарм, построите лавку знахаря и закажите еще одного работягу. После постройки второй землянки закажите второго рубаку. Как только наберете 315 золота и 190 леса, делайте апгрейд главного здания. После того, как будет готов третья рубака, построите еще одну землянку. Закажите еще одного рубаку и начините постройку лесопилки. Во время апгрейда главного здания не стройте более 4 рубак. После усовершенствования главного строения, как можно быстрее начинайте тренировать второго героя. Изучите апгрейд ярость берсерка и возводите Т2 здания, а точнее зверинец и тауренский тотем. В этих производящих зданиях нам нужны волчьи всадники и кода, а также духостранники с адепством. Из этих юнитов будет состоять основа вашей армии. Обязательно не забывайте изучить опутывание волчьих всадников для контроля и уничтожения вражеских юнитов. У духостранников используйте обязательно духовную связь на всю свою армию. Землянки в большинстве случаев являются слабым местом орды, поэтому располагайте их за другими производящими зданиями и после появления Т2 в лесопилке изучите укрепленные стены, бетон. После появления героя и рубаки на начальном уровне игры более предпочтительным выбором будет криппинг нейтральных юнитов для повышения уровня героя и получения предметов. Начинать стоит с зеленых точек на карте, постепенно переходя с появлением новых юнитов и уровня героя на желтый и оранжевый лагеря нейтральных крипов. При выборе героев лучшим сочетанием будет предсказатель и воштауренов или мастер клинка и темный охотник. На данном уровне игры выбирайте кем вам комфортнее играть. С повышением вашего уровня игры вы сами начнете чувствовать что и когда лучше предпринимать, но для этого нужно много практики. Если вам понравилось данное видео ставим лайки и подписываемся. С вами был инсекторат. Побеждайте! Субтитры сделал DimaTorzok